Всем привет! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Я нахожусь на базаре Чаршамба. Вот когда ветра нет, реально жарко. Когда ветер есть, Юлия, конечно же, одевает шапку. Вообще было красиво на голове, но после шапки, понятно, что ничего красивого нет там. И покажу вам, какие цены в феврале у нас на базаре Чаршамба, на продукты, может, немножко на одежду. И вторую часть сниму еще на канал Украиночка в Туречине, поэтому и туда тоже заходите. Желаю всем хорошего просмотра и, если вам понравится, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Поехали! Нужно прям к помидорам подходить, чтобы посмотреть, что это 20 лир. А повыше нельзя поставить цену, да? По 4 лиры зелень, 3 штучки укропа на 10 лир можно взять. Заходим в середину. Почему-то вот сбоку всегда дороже. Вот те, что стоят вот здесь сбоку, мне кажется, там, наоборот, дешевле места, они дороже всегда продают. Ну, всем, о всех не скажу, но как-то так. Те, что спрашивала. Мандарины какие красивые, по 15 лир. Апельсины по 10 лир. Вы знаете, мой совет, берите апельсины. Потому что апельсины слаще и как-то сочнее. А мандарины уже все, там куча. Или семечек этих, косточек, извините. Так, клубника, 20 лет. Ярымкилю, помним, да? То есть килограмм 40. Ну, вот это хотя бы нормально написал. Да, никакая бабушка ничего не перепутает. Айва 15. Так и не попробовала Айву, лежит у меня дома. Яблоки по 10 лир. Морковка 5 лир. Поднялась в цене. И я не скажу, что она какая-то хорошая. Редистка 5. Свекла по 5 лир. Слушай, тебе шутца за мелочь такая шутца? Я такой еще цирка не видела. Вообще малюсенькие. По 5 лир. Капуста 10. Перец 15. По 20. Острый перец. Аджибибер, да? Это значит острый. Видите, мандарины есть по 5, но это уже выбрасывать надо. Я вообще не знаю, зачем они это продают. Ну, это не вариант уже. 15. Видите, ребенок 10 лир. 8 лир. Не в школе, а стоит на базаре, продает. А, у них, по-моему, каникулы по всей... Ну, как каникулы? Ну, как бы не идут в школу сейчас. По 15 лет помидоры. Вот так, видите? Очищают и там же бросают. Ну, в принципе, а куда они бросят? Да. По 10-15, по 10, по 15 помидоры. Идем наверх. Слушайте, еще не поздно, так кричат все прям. Это вы не слышите, потому что я в наушнике. А может, и слышно вам уже. У меня вроде наушник то ломается, то не ломается. Непонятно, что с ним происходит. Помидоры по 10, но они уже такие, ну... Просто пластик. 12 лир. Просто кислые. Все. 8 лир лимона. Кстати, неплохая цена. Хорошие грибы. 35 лир. Там 40 прям. 18 лир банан. Вот эта морковка 15 лир. Я, знаете, три раза переспросила. Думаю, что это? А она говорит, нет, 15. Я думаю, ну, ребята, вообще... Лук 12, 16. Вот такие это не усиньте. Я вот такие не беру. Потому что там больше идет на шкурочку, на вот этот носик. Да, вот это. А сам банан вообще ничего не остается. То есть немножко побольше все-таки берите. Хотя на вкус и цвет товарища нет. Берите, что хотите. 18,50. Вот я такие беру. Клубника 20 лир за полкило. Ой, ну пахнет, пахнет. Как это называется? Кто знает и поймет. 35 лир. Виноград есть. Курма такая красивая за 25. Ну, что-то она мне немножко сейчас искусственная. Не такая, как была раньше. Драконий глаз. Виноград 45 лир. Вау. Ну, здесь эта точка всегда такая, знаете. У них все раскупают. У них все такие экзотические фрукты. Курма 60 лир. 60, 80 инжир. И вот такие расфосокий сыр. 70 лир. 75, 70, 70, 80. А это нужно пробовать 120. Сибаш. Сибаш. Ой, что, такой запах ужасный. И тут же сразу люди могут что-то перекусить. Ничего себе. Ювку разминаю для того, чтобы складывать отдельно. Видите, чтобы они не склеивались. 6 штук 25 лир. Да, много ювки. Скажите, Юля, зачем? Девочки и соленые с ним готовят, и сладкое. Даже торт, на торт его берут. Уже что хочешь придумают. Потому что это быстро. Сыр положил, замотал, кстати, голландский сыр. Если вот в такой квадратик положить, да, натертый, и пожарить на сковородке, м-м-м, вообще бомба. Очень вкусно. Очень вкусно. Почему базар называется Сигорта? Потому что вот напротив нас находится государственная Сигорта. То есть вы приезжаете на трамвайную остановку Сигорта, и сразу на этой же стороне идете, идете и попадаете. В обычные дни это автостанция, автостоянка. Вот, а в среду и в воскресенье базар. Ну, в среду базар побольше. В воскресенье, ну, вообще такой, знаете, бедненький. Ихраджат. Это, Ихраджат, это если должны были посылать нас за границу, но что-то с ними и так случилось, и оставили здесь, ну, дешево продают. 35 лет. А там вообще девочки что-то выбирают по 25 лет. Я сегодня подумала, Юля, можешь одни штаны купи теплые. Честно, так в квартире холодно. И я постирала все. Боже, что-то на себя суну. Конечно, в итоге я просто надела курточку свою длинную, и все, и я дома в курточке хожу. И тепло, красота, думаю, что-то мучилась. Некогда? 150 лир здесь в кофточке. Теплые. Неплохое это качество. Быстро стирается, сохнет и тепло сохраняется. Я не знаю, может, есть какие-то там разнообразия, то, что натуральные, искусственные, это я уже вам не скажу. Но обычно я знаю, что эта ткань хорошая. По 35 лир. Ливчики. Мне кажется, что трассу вам с этого угла снимала. Я уже не помню, откуда я вам снимала. Три штучки на 30 лир трусов. Такие разные. Есть межбешный шекляр. 75 лир штаны. Да. Кроссовки 100 лир. Индерим, индерим. Индерим это скидка, знаете, да, но они твердые. Конечно, я не знаю, кто в них сможет ходить. Конечно, когда еще не так холодно, можно надеть на себя это. Но когда холодно, оно, мне кажется, даже потрескаться может. Он показывает, видите. Типа найки. Да я это вижу. Я вам показываю. Мамочка, что там происходит. Ну, это редко такое, знаете. Ага. Что-то там по деньгам не разобрались. Тут говорят, что взял деньги, тут нет. Ну, короче. Ну, обычно такого не бывает, честно вам скажу. Пижама. 40 лир. Теплые по 50. Честно вам, за столько лет первый раз такое увидела, что с деньгами какие-то проблемы. Ну, я вам просто посоветую. Очень аккуратно с этим будьте конкретно. Взяли деньги в руку. И даете, и говорите, какую сумму вы даете, да. Потому что каждый может что-то перепутать, как-то так, не так посмотреть. У меня иногда я забывала, что я 100 лир давала. Человек мне, куда пошла, ты сдачу не взяла. А иногда даю, и я помню, сколько я дала, он мне дает сдачу. Я говорю, а где сдача? Ой, извините, я забыл. Ну, нет, хлопчик, тебе 18 лир ты не забыл. То есть и такое бывает. Поэтому просто думайте. Не надо никуда бежать. Все вы успеете купить. И трусы за 25 лир успеете купить. И маечки такие. Не когда? 20 лир. Я вас спрашиваю на турецком, думать на английском, отвечать на английском. Вот. То есть все вы успеете, чтобы не было никаких скандалов. Потому что они очень такие горячие мужчины. Три штуки на 50. Оно вам надо. Абсолютно. Три на 35. В смысле, три. Найка на 35. Это вообще нормальная цена. Здесь три штуки на 25. Просто я смотрю по ценам, которые в магазине. Там вообще, понимаете, одна штука 30 лир. Но ничего такого там нет в этих носках. Понятно, что раньше они все были по 5 лир. Почему-то я вот помню, все цены маленькие. А вот, когда уже поднимались, как-то мне в эту память не заходит. Одна штучка 20 лир. То есть я так понимаю, что вверх 20 и низ 20. Дорого, дешево. Я говорю цену. Сейчас 1 евро 20 лир. Ну, там с копеечками, да, там, туда-сюда. То есть доллар где-то 18 с копеечками. Вот такая красота 30 лир. Мамочка. Я знаю, что магазин есть. Ну, не в одном магазине вот это продается. Но на базаре я вижу первый раз. Очень красиво. Это поставил себе так. Уютненько так. И букет еще. Ну, конечно, я бы вам не советовала это на подарок. Потому что хозяйка каждая, она подберет, куда это поставить. Чтобы оно было в тему. Знаете, они просто это принесли. И она сидит и думает, и куда я это должна поставить. То есть это уже сама хозяйка должна выбирать. Или вообще ей это надо. Юля, она когда. Чего ты кричишь? Ты сама сказала, одна штука 30 лир. Мои овца женские 10 лир. Написано, что они кожаные. Мужские по 50 лир кожаные. А я когда-то смотрела такие. Да, они есть реально, что кожаные. Ну, просто они могут с какими-то быть недостатками. Я думаю, что мужские нормальные все. Видите? И, мне кажется, начинают 50 лир и выше. Ковры. Вот есть. Ну, они молодцы. Они меняют ассортимент. Вообще не такое было. Может, это другая точка. Вот эти розы. Боже. Это все артисты. Это удивительно. Я давно такого не видела. Я не присматривалась, если честно, к коврам. Просто у них раньше все в таком стиле было. Что-то такое. Вот такое. А это что-то новенькое. Они разноцветное привезли. Смотрите. Все то, что вы видите на базаре, естественно, у них есть свои магазины. И они каждый день где-то продают. Поэтому, если, например, у вас не хватило денег. Или вы увидели и думаете, не решались. Спросите у них, дать вам визитку или координаты, чтобы найти. Если, например, вы все-таки на долине будете покупать. А не получается быть до следующей среды. Потому что они могут в воскресенье не работать здесь. Или спросите, на каком еще базаре они будут. Смит. Сейчас у нас по 5 лир. Иногда вкусный бывает. Иногда вообще невкусный. Поэтому, если у вас попался невкусный, не расстраивайтесь. Привет. Я постоянно просто у них спрашиваю цены. Они уже здороваются со мной. Вот. Вы не расстраивайтесь. Есть очень вкусные смиты. Мне очень обидно, что местные, они могут из-за того, что, ну, деньги, деньги. Главное, как-то разочаровать вас с этим. Это реально вкусная еда. Смиты с Айраном. Это прелесть. Да ладно. И розочку там нарисовали. Здесь точка неплохие сумки. Всегда у него много людей. Всегда что-то продается. Потому что, ну, модели неплохие подбирают. Конечно, это не кожа. Конечно, это не оригинал. Это понятно. Не кодорщим дешанцала. Сейчас эти сумки по 80 лир. Ну, говорю, это не самое хуже качество. Ну, конечно же, и не кожа. Я уже не знаю, или вообще, где кожаные сумки. Это на старом базаре, наверное, надо смотреть. И то там, я думаю, будет очень хороший заменитель. 150 лир. Вот такие кофты. Штаны, наверное. Да. И штаны тоже по 150. Детская, конечно же, много-много всего. Тут есть... Вот если брать такие штанишки отдельно, кофточки, то будет недорого. Вот кофты, кофты, кофт 150. Костюмчика в море. Сразу смотрите, чтобы тянулось горлышко, потому что голова может не пролезть. Чтобы тянулась сама ткань вот здесь. Потому что, ну, может, такое твердое быть, что он не пролезет. И ребенок через... Там неделю вырос и уже не влез во что-то. То есть, конечно, удобнее, если спереди открывается, закрывается кофточка. Удобнее. Так, штаны мужские. 200 лир. Кофточки 150. Слушайте, этот мужчина стоит в кофте. Я иду в курточке. Мне нормально. Но я даже иду. Это какие-то вообще... Слушайте. Ну, это я мерзлячка. Ладно. 120. Дёртшифт мээлли? Онтанэ. А, онтанэ. А, смотрите, они носочки продают 10 штук по 50 лир. Говорит, вот эти деньги, что мы сегодня здесь заработаем, они отправят людям в этот... Которые пострадали в землетрясении. Онтанэ. Да. Десять штук. Десять штук. Малцы. Малцы. Продолжение следует... Продолжение следует...